Здесь имеем дело с показателем воспитания, и в данном случае у Риты в показатели воспитания или развития попадает пятерочка. Та цифра, которая у Михаила Задорнова была в предназначении, у Риты она находится в показателе воспитания. Другими словами, ей по жизни нужно было пройти через перемены и реализацию новых возможностей. Опять же, что такое воспитание? Воспитание, что такое хорошо, что такое плохо. То есть Рита должна была постепенно почувствовать, что для нее хорошо – это не оставаться на том уровне, на котором она находится, а проходя через перемены, выходить на новый уровень развития, потому что пятерка – это выход на новый уровень развития. И вот это должно было стать ее ценностью. Помните, мы говорили, что воспитание означает формирование правильных ценностей. А это еще на протяжении жизни фундамент? Вот эти задачи, которые мы с вами сейчас разбираем, с течением времени мы должны будем каждую из этих задач решать все более и более совершенным образом. То есть мы не останавливаемся. Как я люблю говорить, жизнь – это рост. То есть если растение остановилось в своем росте, это означает, оно начнет умирать. Жизнь означает постоянный рост. Поэтому вот эти задачи, которые мы с вами сейчас разбираем, они не статичны, они динамичны. То есть с течением времени в решении этих задач мы должны выходить на новый, на новый, на новый уровень. То есть на более совершенном уровне решать эту задачу. С одной стороны. С другой стороны, если эта задача не решается, тогда вот мы дойдем до этого. То в нашей жизни будет возникать определенные трудности, сложности. Поэтому вот если говорить о воспитании, которое должно было пройти Рита, то есть у нее внутри должны были сформироваться ценности того, что пятерка – это энергия свободы. То есть это человек, который должен был научиться ценить свободу. Но когда я могу влево, могу вправо, могу вперед, могу назад, как бы жизнь дает мне возможность выбирать. И слева, и справа, впереди, и сзади разные возможности. И для меня это ценно. Иметь возможность выбирать. Просто не быть как бы зашоренными, сосредоточенными на чем-то одном. А иметь перед собой выбор. Потому что пятерка – это означает свобода и возможность выбирать разные варианты. И вот выбирая лучший вариант, этому нужно было по жизни научиться, выбирая тот вариант, который для нее приоритетен. Мы выходим из зоны комфорта, потому что пятерка – это выход из зоны комфорта. То есть мы не остаемся в привычной ситуации и не повторяем, как на конвейере, одну и ту же операцию. Мы выходим в сферу нового. И там развиваем в себе новые качества, новые способности, новые умения. Проходим через эту тренировку, набираемся нового опыта, выходим на новый уровень развития. И на этом новом уровне развития с легкостью реализуем новые возможности. Вот это вот состояние, которое я постарался сейчас передать, должно было стать для Риты ее ценностью. Жизнь должна была, воспитывала внутри нее вот эту ценность. Ценность развития, ценность перемен, ценность выхода на новый уровень, развития себя новых качеств, новых способностей, новых умений. Ценность свободы. Когда у меня есть разные варианты, и я могу выбирать. И в той степени, в которой внутри нее сформировались вот эти настоящие ценности, она научилась решать задачу, связанную с пятерочкой. Потому что пятерка означает, передо мной появляются новые возможности. Для того, чтобы ее осуществить, реализовать, мне нужно выйти из зоны комфорта, войти в сферу чего-то нового, и вот развивая все новые качества, способности, умения, выходя на новый уровень, становясь новой, находить способ эту новую возможность, осуществлять, реализовывать. Вот эта пятерка, она требует от нас перемен. Я люблю говорить, если у человека в карте, в данном случае матрицы личности, задача по пятерочке, человеку нельзя оставаться таким, как он есть. С течением времени ему нужно меняться, выходить на новый, на новый уровень. Ключ – проходить через перемены. Поэтому ценностью риты по жизни должна была стать вот эта способность любить свободу, новые возможности, и возможность проходить через перемены. Выходить на новый уровень, на новый уровень развития.